Пятница, 13 февраля, черная дата в календаре для матери. У нее в этот день погибли 24-летнюю дочь и 7-месячный внук. Второй внук 6 лет после страшной аварии остался жив, но получил тяжелые травмы. Сейчас ему требуется торгостоящее лечение. По материалам уголовного дела виновен в ДТП зять, который сегодня на скамье подсудимых. Не имея навыков практического вождения автомобилем, в следствии маловарительского стажа обменяем Курмитин, приближаясь к опасным участкам скрытых поворотов дороги влево, не учел дорожные и террористические условия, в частности, скорости обменяло покрытие проезжей части, ухудшающейся сцеплением колеса дороги. Как следует из материалов дела, в Альмитинском районе «Лада» 14-й модели столкнулся с микроавтобусом «Ситроэн». Обвиняемый превысил скорость, при этом не учел плохие дорожные условия. В результате машину повело юзом, и она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом. Удар был такой силы, что «Лада» превратилась в груду искореженного металла. Женщина с 7-месячным сыном от полученных травм скончались на месте. Второй мальчик вместе с отчимом в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Однако сам подсудимый утверждает, что правил не нарушал. Перед поворотом я сдавил скорость. У меня было где-то 67, я шел, ехал. Сдавил там где-то километров 50, наверное, стало. Примерно. Заходя в поворот, я в поворот зашли. Мы, считай, заехали нормально. Заходя в машину, и микроавтобус лепал. Павляет рактору, потому что сейчас будет луповое столкновение. Водитель микроавтобуса рассказал, ехал по своей полосе. Скорость не превышал, потому что этот участок дороги опасный. По его словам, в аварии виноват автомобилист за рулем легкового автомобиля, который двигался со скоростью не меньше 90 км в час. Как позже установили автоинспекторы, зимняя резина была сильно изношенной. Община была занишена. Зацепился он за асфальт, и с этого момента его вывлезло на маленькую сторону. Мне ничего не оставалось сделать, как уходить в туалет. Родственники погибших простили зятя и просили не наказывать его реальным лишением свободы. Но с условием, что он будет помогать материальным в лечении пасынка. По закону, если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Судебное заседание продолжится на следующей неделе.